Ладно, всем доброе утро, давайте начнем наше аппаратное совещание, пройдемся по куче ситуаций сейчас. Сейчас в первую очередь дороги, дальше мы ждем доп. финансирования по строительству спортивной площадки для текстильщиков. Как только она придет, все еще пойдет в торги. Прошел аукционом по устройству тротуара на улице Матросова в рамках 3-го областного закона. Соответственно, где-то начинали с 15 июня, с 5 по 10 июня, все процедуры будут окончательно совершены. В части работы направление по закупкам, все контракты отработаны. Дальше уже все новано, то есть уже по тем, где вершины поставки и работы, уже оплата. Остальное все в рабочем режиме, эти объекты, которые уже проторговали подрядчиком, вышли, работают в соответствии с графиком. Давайте подрядчиков приглашаем сюда и, соответственно, четкий график по этим тронбарам. Все претензии у нас обозначены, в лагутах все зафиксировано, поэтому по конкретной позиции, конкретный срок устранения замечаний. То же самое касается и в Котовске. Сегодня мы вчера с вами объехали, посмотрели, есть моменты, которые подрядчик может совершенно спокойно проходить. Все, договорились. По действующим, на всех объектах у нас работы ведутся. Да. Единственное, что у нас по Местровскому, там сейчас есть определенная задержка, ввиду того, что там культурный слой. Мы должны провести определенную работу, то есть у нас должен быть разработан дополнительный проект, который снижает риск возможного нарушения культурного слоя. Сейчас вот, что мы должны видеть, потому что иначе подрядчик покрадует. Сергей Викторович, по-классу. Сегодня проводим убавку спиренных деревьев, там большие, аварийные были, возле ГУАПа, вывозим. Также чистка дорог техникой, пока погодные условия позволяют, тут хорошо пройтись по-сырому. По контейнерным площадкам частный сектор, вывоз веток. Проехали сегодня госпитальня 35, поворот на Новый где. Там на той неделе было подобрано, что сейчас опять за выходные набита площадка, просто жучка. Сняты плиты, которые вдоль школы, да, мы с вами проговаривали, что мы на Гагарина, там, где у нас работы проводились по сетям, мы там своими силами дорожки между домами сделаем, чтобы выход был на улицу Гагарина. На Худово? Между Гагаринскими двухэтажками, там, где у нас теплотрассу меняли. Там жители просят очень. Давайте начнем с Садово, там, в принципе, плит много, посмотрите. Там очень много поломали. Ну, я понял. Ну, посмотрим, да. Хотя бы, чтобы люди выход... Как раз те дома, которые по Гагарину с управляющей компанией свяжемся, совместными усилиями там посмотрим, сделаем. Да, активисты, все, выключится. Так же и по Садово. Хорошо. Котельная перешла на горячее водоснабжение. Ну, сезон, считаю, прошел неплохо. Гораздо лучше, чем прошлогодний. Ну, и сейчас уже начинаем подготовительную работу для подготовки к следующему сезону. Желаю вам предложения поступать. Нет, пока спокойно. Все тихо, не понижался. Все вреда. Вольно пассажир жалок, нет? Хорошо. Алексей Викторович, как у вас? Отключение домов от отопления произошло безаварийно. Сейчас тоже сформировали план подготовки к отопительному сезону. Уже начинаем работать. Мы сейчас садовый двор. Начинаем ремонтировать сети. Также на неделю несанкционированные свалки в контейнерных площадках. Как видели, были. Гагарина 7 мы все кровечки сделали. С пандусами, с корочками. Ну, все равно, как очень говорят. В рамках празднования Ганзейских дней нас посетил Дед Мороз из Великого Устюга. Прибыл он к нам в субботу в город. И в воскресенье, в понедельник прошли мероприятия с участием Деда Мороза из Великого Устюга. Где мы получили официальные приглашения на участие в Ганзейских днях в июле в Великом Устюге. С 21 по 23 мая на базе Центра спорта у нас пройдут областные соревнования по настольному теннису. Сейчас мы готовимся к запуску нашей летней кампании. Это отдых, оздоровление детей и подростков на территории Ивангорода в летний период. Проанонсируем, 27 мая состоится встреча с жителями Ивангорода. Традиционно, как мы проводили в ДК. Поэтому у меня просьба всех руководителей предприятий, структурных подразделений запланировать. 18 часов в Доме культуры на Гагарина. Просьба тоже присутствует, потому что, возможно, вопросы. Все, что заранее придет, мы тоже вам будем рассылать. Можно оперативно информацию. Не надо официальный ответ, но от вас информация по тому или другому вопросу, чтобы мы ее получили и могли уже компетентно жителям ответиться. Продолжение следует...